В преддверии Дня Учителя в одной из новосибирских школ прошел необычный открытый урок. Занятие провел министр образования региона, а посвящено оно было смыслу слов, которыми общаются ученики и преподаватели. Тему продолжит Станислав Блинов. Место проведения открытого урока выбрано не случайно. Именно в лицее номер 9 впервые в этом году начал свою работу специализированный педагогический класс, один из трех в регионе, ученики которого и сами в будущем планируют стать преподавателями и учить детей. О важности учебы, о роли школы, воспитании личности и разговаривали ребята с министром образования. Для чего это надо? Для того, чтобы лишний раз поговорить о профессии, чтобы показать, что мы живем не только в мире 5 или 2, оценка или отметка, мы живем в мире, где есть эмоции, где есть отношения, где есть чувства, где есть вещи, которые больше, чем школа сама по себе, как место, где учат. Школа это, вот кстати, о чем мы сегодня говорили, школа это второй дом. В кабинете примерно 30 человек, ученики 10 классов. Ребята интересуют темы цифровизации образования и изменения процедуры ЕГЭ. Вопросы не праздные. Все, кто слушает открытый урок, сознательно решили связать будущее с педагогикой. Анастасия Воробьева еще летом, узнав о наборе в специализированный класс, перешла в 9-ю гимназию. Давно хотела стать педагогом. Была моя мечта учить детей, вести их по жизни, выпускать их во взрослую жизнь, потому что учитель – это ответственность. И я думаю, что я готова отнести ее. Неделя учителя в Новосибирской области продолжит серия мероприятий, в том числе поздравления педагогов-победителей профессиональных конкурсов федерального и регионального уровня. Станислав Блинов, Константин Менин, Новости ОТС.